Смотрим воду. Вот такая вот вода. Это означает, друзья, железо реальное раз в 20 точно превышение, по моему опыту. Вода очень сильно пахнет. Сейчас помыл руки. Прямо реально воняют руки. Что делать в этом случае, друзья? Что мы делаем и предлагаем? Делаем анализ воды. Не в Люруа Мерле за 500 рублей, а у нас водоканал лаборатории. Стоимость, правда, 4530 показателей. Мы проверяем всю химию и всю микробиологию. И сразу же по протоколу анализа, друзья, мы делаем коммерческое предложение сразу на водоподготовку. Без водоподготовки здесь сложно что-то сделать. То есть железо можно немного убрать картриджем. Картридж стоит в районе 3,5 тысяч, друзья, на фильтр BB 20 дюймов. Ресурс у него 30 тонн. Так что тут решать заказчику. Или же делать натуральную водоподготовку. Или же менять картриджи. Не знаю, сколько вылит, столько и поэрит. В общем, на 40 тонн где-то. Но опять же, первые 20 тонн хорошо очищают от железа. Последние половины уже идут не то. То есть я, мою бытность, ставили мы много таких картриджев, а без железователей. Ну, ведут они себя первые 5 тонн, первые 5 кубов более-менее. И потом начинает вода попахивать. Делаем выводы. То есть делать выводы только вам. Водоподготовка у нас начинается от 75 тысяч рублей с материалами и работой. Но это, если будет превышение по железу, где-то в районе от 5 до 10. Но если у вас 20, 30, а я видел, и 50, и 60 раз превышение, там водоподготовка у нас стоит в районе, начинается только старт, друзья, от 250 тысяч. Плюс ее обслуживание. Что мы на выходе имеем? Перед тем, как бурить скважину, нужно пробежаться по всем соседям, у кого есть такого типа скважины. А это скважина-известняк. И узнаем качество воды. Если качество воды плохое, я не думаю, что вам стоит наступать второй раз на грабли. Не повторяйте ошибок ваших соседей. Наливаем наш любимый септик. Диамант. Воды нету, друзья. Шланчик. Сгулькин нос. Сейчас переделаем заказчику систему. Ставим нашу большую 32 трубу. Иначе мы этим шлангом будем заливать часа три этот септик. Потеряем ему времени. Бригада не работает. Бригада сидит. Бригада недовольна. Сейчас все исправим. Так, ну все, друзья. Подсоединили трубу 32. Сейчас реально септик за 15 минут должен накачаться. Просто кинули времянку. Там поставили муфту, уголочек. Сейчас будем смотреть, как работает насосик. Здесь наша задача какая? Здесь какая задача-то? Что сейчас пока делать? Не, водопровод, да? Водопровод, да. И канашку, да? Да. Так, значит, что здесь? Аквафор. Это магистральные фильтры 20 минут, друзья. Поставили. Так, сейчас вырубаем насос. Ретянка? Да, я оттюму. Все, все. Насос работает. Смотрим давление. Друзья, давление 0. Ты точно включил? Да. Слушай, можем у электриса не хватает. Я попробую выключить. Что, поедите отключение? Отключим, да. Ну по нулям, смотрим. А это что значит? Вода побежала, да. А сейчас посмотрим, что не будет. А давай-ка сейчас, смотри, сделаем вот так. Сейчас мы перекрываем кран. Оп. Смотрим. Смотрим. Так. Насос у нас реально сейчас выключится на 2,8-3 атмосферы. Давай, родной. Сейчас заполняется гидрик. Все, насос отключился. Гидрик реально на 1,3 налился. Можно, конечно, давление поднять еще. И теперь открываем кран наполовину. Смотрим. Сейчас работает гидроаккумулятор у нас пока. Выходит вода с гидрика. Так, вот врубился у нас насос. Открываю кран на всю. И смотрим по давлению. Оп. По нулям, друзья. Насос на 30. Насос на 32. Друзья, а это значит, что насос на 32 трубу, на полный открытый кран. У 30 трубок, конечно, большой. Вот потребление. Здесь у нас... Сейчас посмотрим. Так, ну есть, да? По нулям, да? Ну смотри. Ну все нормально, значит, да. Так, смотрим напорчик. Не, нормально. Ну вот здесь вот, смотрите, друзья, по моим расчетам, бурим мы давно, 20 лет уже. Здесь где-то 2,5 куба в час. По 32 трубе. 100%. Ну а с вами я прощаюсь. Всем пока. Ждать меня здесь не буду. Очень долго. Поеду на другие заказы. Всем пока, друзья. Подписываемся на наш Инстаграм. Подписываемся на наш Яндекс.Зен. на наш YouTube-канал Тепловода-ВЗ. Заходим на сайт. Всем пока, друзья. Не болеем, не поймайте солнечный удар. На улице очень жарко.